Возможность участия на сегодняшней авторитетной площадке. Прежде всего, уважаемый Арам Веленович, уважаемая Тамара Семеновна, уважаемые коллеги, дамы и господа, хотел бы приветствовать всех участников сегодняшней конференции, посвященной тематике Евразийского экономического союза. И подведению итогов семи лет членства Армении в Евразийском экономическом союзе. Как вы знаете, впервые идея о создании Евразийского экономического союза была озвучена первым президентом Казахстана, Нурсултаном Бешичем Назарбаем, в стенах Московского государственного университета. И спустя многие годы эта идея притворилась в формате Евразийского экономического союза. И как сейчас об этом сказал Сергей Павлович, в 2015 году наши страны создали и объединились в Евразийский экономический союз. И эти годы как раз наглядно подтверждают актуальность и важность этого экономического интеграционного объединения. И те плюсы, которые мы видим и во взаимной торговле, и в общем едином экономическом и таможенном пространстве, поскольку альтернативы экономическому взаимодействию между нашими странами нет. Также, как вы знаете, в этом году многие наши страны, члены СНГ, ОДКБ и Евразийского экономического союза отмечают 30-летие независимости. И, как вы знаете, буквально завтра в Казахстане отмечается 30-летие независимости нашей страны. Очень широко и к этой знаменательной дате многие наши организации, компании, предприятия, экономические и деловые круги подходят с весомыми результатами. Поэтому я хотел бы поздравить всех наших армянских и казахстанских друзей и коллег, коллег с других стран СНГ и Евразийского экономического союза с 30-летием независимости и пожелать всем дальнейших успехов и процветания нашим странам и народам. За этот исторический короткий срок наши страны добились значительных успехов в своем развитии и достигли высокого уровня двустороннего и многостороннего сотрудничества. Сегодня ВВП Казахстана превышает 180 миллиардов долларов США. За 30 лет он увеличился более чем в 17 раз. Это крупнейшая экономика в Центральной Азии, на долю которой приходится более половины ВВП региона. Казахстан считается страной с лучшим инвестиционным климатом в регионе, занимая 25 место согласно рейтингу Всемирного банка Doing Business. С момента обретения независимости страна привлекла более 370 миллиардов прямых иностранных инвестиций. И на долю Казахстана приходится свыше 70% всех прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Центральную Азию. Страна является лидером в регионе с точки зрения экономических реформ, открытости для международной торговли, инвестиций и политической стабильности. С обретением независимости отношения между Казахстаном и Арменией основываются на традициях дружбы и взаимопонимания. Действующая договорно-правовая база между нашими странами позволяет регулировать и двустороннее, и многостороннее сотрудничество практически по всем направлениям взаимодействия. При этом имеется значительный потенциал и перспективы для развития казахстанско-армянских отношений, как на двустороннем уровне, так и в формате Евразийского экономического союза, который является важнейшим и ведущим общим интеграционным объединением, у истоков которого стоял Казахстан. С удовлетворением можно отметить динамику роста товарооборота в рамках союза в текущем году под председательством Казахстана в рамках Евразийского экономического союза. И все мы были свидетелями и участниками недавнего заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване на уровне премьер-министров наших стран, где были уже озвучены предварительные итоги взаимодействия и экономического сотрудничества между нашими странами в рамках Евразийского экономического союза. Несмотря на внешние факторы и карантинные ограничения, объем взаимной торговли в рамках Евразийского союза за 9 месяцев этого года вырос на 32,5% и достиг 52 миллиардов долларов США. Это выше показателя до пандемийного периода на 16,5%. Вырос также объем экспорта между странами Союза. Например, рост объемов экспорта Казахстана составил 39%. В сопоставимых цифрах вырос экспорт и других стран-участниц ЕАЭС. При этом за период с января по сентябрь этого года объем взаимной торговли между Казахстаном и Арменией увеличился на 41%. Как вы знаете, в рамках председательства Казахстана в Евразийском экономическом союзе в текущем году были определены пять основных приоритетных направлений совместной работы. Первое – это усиление промышленной кооперации. Второе – устранение барьеров во взаимной торговле. Третье – развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Четвертое – цифровизация. И пятое – расширение торгово-экономических связей с третьими странами. Подводя предварительные итоги 2021 года, президент Казахстана Касымжимар Кемелевич Токаев подчеркнул успешную реализацию данных приоритетных направлений. В настоящее время актуальными задачами в рамках ЕС также является развитие сухопутных перевозок, налаживание скоростных трансконтинентальных коридоров, обеспечение их региональной и глобальной конкурентоспособности. В этом контексте хочу обратить внимание на своевременность и важность инициативы Казахстана относительно создания товаропроводящей сети ЕС. Мы выступаем за продолжение вовлечения малого и среднего бизнеса в процесс евразийской интеграции торговли без барьеров. Уверен, что твердая приверженность всех партнеров по ЕС к сохранению взаимовыжительного и конструктивного диалога является прочной основой долгосрочного взаимовыгодного экономического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. И в завершении моего выступления хотел бы еще раз поблагодарить Общественную организацию интеграции и развития ее председателя уважаемого Арама Виленовича Сафариана за прекрасную организацию сегодняшнего мероприятия и пожелать всем участникам мира, успехов, процветания и благополучия. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ